Ну вот это наш пришкольный участок, на котором мы выращиваем морковь, свеклу, помидоры, перец, капусту, фасоль. Сколько всего соток? Ну примерно здесь, наверное, соток 12 будет. Пять видов ягод, несколько сортов яблок и плоды десятка овощных культур выращивают на прилегающей территории школы. Производители сельхозпродукции все, без исключения 155 учеников учреждения. Младшеклассники шелушат фасоли, выполняют другую несложную работу, дети постарше и копают, и сажают, и собирают урожай. А из тыквы что делаете? А из тыквы делают каши у нас, мокшенная каша, с тыквой очень дети любят. Напитки из собственных ягод, салаты из натуральных овощей. Каждый день из качественных продуктов в школьном меню разные блюда. Их на вкус оценили и участники круглого стола, посвященного возрождению трудового воспитания учащихся. Вкусно, полезно и при этом недорого. Средним в день обходится 38-40 рублей, с учетом того, что ежедневно мясное блюдо. И плюс нарезки овощные или салаты. Таким образом, школьные приусадебные участки являются не только площадкой для трудового воспитания, но и важным социальным проектом, который позволяет улучшить качество школьного питания и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Все новое, хорошо забытое, старое. Поэтому необходимо развивать и действительно питаться качественно и со своего огорода. Размеры школьных участков разные. От 2 до 25 соток. Своей техники, как правило, у школ нет. Поэтому где-то используют наемную, что-то ребята делают сами, с письменного согласия родителей. Несмотря на отсутствие каких-то нормативно-правых документов, и сегодня бы нам с вами об этом сказала и прокуратура, да, и я думаю, что вы сами изучали этот вопрос, знаете, что вот их таких вот жестких документов нет, все на основе добровольчества. Так, например, в Кытмановском районе 14 школ и во всех выращивают овощи. В Тогульском урожая хватает не только для школ, но и для четырех детских садов. В Троицком районе, где проходил круглый стол, из 20 школ только в 12 используют приусадебные участки. А в Зональном всю овощную продукцию закупают, ссылаясь на то, что родители школьников выступают против общественно полезного труда. Должен ли общественно полезный труд стать обязательным, что нужно предпринять, чтобы сделать отношение к труду более позитивным и ответственным? Эти и другие вопросы тоже обсуждались в ходе круглого стола. Динамика физического развития учащихся, занимающихся трудом на пришкольном участке, показывает положительное влияние физического труда на ученика. Если в пятом классе многие учащиеся с трудом усваивают трудовые приемы, то к окончанию школы имеют уже достаточно сформированные умения и навыки, связанные с выращиванием культурных растений и работой с садовым инвентарем. Очевидно, нужна новая программа, которая не просто приучает к труду, а формирует экономическое мышление, основанное на практическом опыте. Учит прогнозировать и объективно рассматривать риски, оценивать и рационально распределять ресурсы, осваивать разные приемы агротехники. В целом тот опыт, который сегодня был представлен школами сельских районов, он является уникальным и мы хотим использовать последствия его на площадке Государственной Думы как экспертное мнение для внесения тех или иных поправок в действующее законодательство Российской Федерации. Мы договорились со Светланой Павловной, что Министерство образования и науки Алтайского края обобщит ту информацию, которую сегодня высказали представители школ, подытожит ее, обобщит и в том числе выработает общие подходы и принципы для того, чтобы минимизировать бюрократию в этих процессах. Новая программа «Сошлись во мнении участники встречи» должна соответствовать времени и современным вызовам, воспитывать сознательную личность, ответственную и самостоятельную, способную реагировать на любую социальную ситуацию. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.